Товарищи, на первом занятии по этой работе Владимира Ильича Денина, грозящей катастрофой и как с ней бороться, мы с вами выяснили, что для того, чтобы обеспечить нормальную деятельность, чтобы предотвратить катастрофу, надвигавшуюся к осени 1917 года, необходимо было установить контроль за работой всех органов власти, контроль за производством и так далее. И главнейшими мерами контроля Владимир Ильич, вы помните, назвал пять мер, которые необходимо провести, чтобы предотвратить катастрофу и надвигающийся голод. Это первая мера, это объединение всех банков в один и государственный контроль над его операциями или национализация. Вторая мера, это национализация синдикатов, то есть крупнейших монополистических союзов капиталистов. Третья мера, отмена коммерческой тайны. Четвертая мера, принудительное синдицирование, то есть принудительное объединение в союзы промышленников, торговцев и хозяев вообще. И пятая мера, принудительное объединение населения в потребительное общество или поощрение такого объединения и контроль за ним. И тут же, там же, на первом же занятии мы рассмотрели первую меру, которую назвал Владимир Ильич, это национализация банков. В чем она заключается, что она дает, какие мероприятия нужно провести и как она будет способствовать для отвращения катастрофы. На этом мы останавливаться не будем, рассмотрим следующую меру. Это национализация синдикатов, как ее назвал Владимир Ильич. И в этой главе национализации синдикатов он говорит, что капитализм тем отличается от старых докапиталистических систем народного хозяйства, что он создал теснейшую связь и взаимозависимость различных отраслей его. И далее, банки и крупнейшие отрасли промышленности и торговли срослись неразрывно. С одной стороны, это значит, что нельзя национализировать только банки, не делая шагов к созданию государственной монополии торговых и промышленных синдикатов. Не национализируя эти синдикаты, с другой стороны, это значит, что регулирование экономической жизни, если его осуществлять серьезно, требует одновременно национализации банков и синдикатов. То есть не только для того, чтобы предотвратить катастрофу и организовать надлежащий контроль, нужно кроме национализации банков заняться и национализацией крупнейших синдикатов. Среди них Владимир Ильич называл такие частности, как сахарный синдикат, угольный, железный, нефтяной, ну и некоторые другие. И далее, вот он, высказав эту мысль, что необходима национализация синдикатов, и рассматривает деятельность этих синдикатов и почему необходимо их национализация. Он берет, к примеру, сначала сахарный синдикат, потом нефтяной, на этом останавливаться не будем, как он их анализирует. А перейдем дальше, для чего необходимо сделать такую вещь, как национализация синдикатов. Вот Владимир Ильич по этому поводу говорит, чтобы сделать что-либо серьезное, надо от бюрократии перейти и действительно революционно перейти к демократии. То есть объявить войну нефтяным королям и акционерам, декретировать конфискацию их имущества и наказание тюрьмой за тяжкую национализацию дела, за сокрытие доходов или отчетов, за саботирование производства, за непринятие мер к повышению производства. При этом надо обратиться к инициативе рабочих и служащих, их созвать немедленно на совещании и съезды, в их руки передать какую-то долю прибыли при условии создания всестороннего контроля увеличения производства. То есть мысль эта заключается в том, что что-то сделать серьезно, нужно перейти к демократии. А в чем она будет заключаться? В том, что организовать контроль со стороны рабочих и служащих. Не только со стороны правительства. И здесь он говорит, что ни буржуазное, ни коалиционное эсеровское, меньшевистское, кадетское правительство не сделали ровно ничего, ограничивались бюрократической игрой в реформы. Ни единого революционно-демократического шага предпринять не осмелились. Те же нефтяные короли, тот же застой, та же ненависть рабочих и служащих к эксплуататорам, тот же развал на этой почве, тоже хищение народного труда, все как было при царизме, переменились только заголовки исходящих и входящих бумаг в республиканских канцеляриях. То есть практически за то время, что с февраля, с марта 17-го года до сентября, когда была написана эта работа, правительство, по-серовски, меньшевистское, а перед тем Кадетское, ничего демократического не сделали. То есть чисто бюрократической реформы. И далее он говорит, что ни одного революционно-демократического шага, ни те не попытки установления единственного реального контроля снизу, через союз служащих, через рабочих, путем террора по отношению к губящим страну и останавливающим производство промышленников. Как же можно? Ведь мы все за коалицию, если не с кадетами, то с того промышленными кругами, а коалиция это и значит оставлять у капиталистов власть, оставлять их безнаказанными, позволять им тормозить дело, валить все на рабочих, усиливать разруху, готовить таким образом новые корниловщины. Вот такими мыслями он обозначил необходимость национализации наиболее крупных синдикатов, которые существовали на тот момент в России, к сентябрю 1917 года. Вот на этом главу национализации синдикатов мы закончили. Обсуждать будем, наверное, уже все вместе. Значит, следующая глава и следующая мера контроля и предотвращения гипострофы это отмена коммерческой тайны. По этому поводу Владимир Ильич сразу заявляет, что без отмены коммерческой тайны контроль за производством и распределением остается пустейшим посулом, потребным только для надувания кадетами эсеров и меньшевиков. Аэсерами и меньшевиками трудящихся классов. То есть, если не будет отменена коммерческая тайна, то никакой контроль организован быть не может. Быть не может. И далее он это подтверждает некоторыми мыслями и говорит, что именно современный крупный капитализм, становящийся повсюду монополистическим капитализмом, устраняет всякую тень разумности коммерческой тайны, делает ее лицемерием и исключительно орудием скрывания финансовых мошенничеств и невероятных прибыли крупного капитала. Крупное капиталистическое хозяйство по самой уже технической природе своей есть обобщественное хозяйство. То есть, и работает оно на миллионы людей и объединяет своими операциями прямо и косвенно сотни, тысячи и десятки тысяч семей. То есть, фактически, поскольку вовлечено, вот о чем эта мысль Владимир Ильича, что вовлечено огромное количество людей в производство в современном капитализме, на стадии монополистического капитализма, скрывать эту коммерческую тайну практически невозможно, да и не имеет смысла. Она, эта тайна, только способствует скрывать мошенничество финансового капитала. Вот о чем он здесь говорит. И далее. В крупном хозяйстве операции все равно известны сотням и более лиц. Закон, охраняющий торговую тайну, служит здесь не потребностям производства или обмена, а спекуляции и наживе в самой грубой форме прямому мошенничеству, которое, как известно, в акционерных предприятиях приобретает особенное распространение и особенно искусно прикрывается отчетами и балансами, комбинируемыми так, чтобы надувать публику. Вот как бы в развитии этой мысли, что все равно это сплошное надувательство, это коммерческая тайна здесь. И далее. Он говорит о деятельности правительства в этом плане, в этом вопросе. Таким образом, что революционные демократы, если бы то правительство революционных демократов, которое действовало на сентябре 2017 года, если бы они были действительно революционерами и демократами, немедленно издали бы закон, отменяющий торговую тайну, обязывающий поставщиков и торговцев отчетностью, запрещающий им покидать их род деятельности без разрешения власти, вводящий конфискацию имущества и расстрел за Утайку и обман народа, организующий проверку и контроль снизу, демократически, со стороны самого народа, союзов служащих, рабочих, потребителей и так далее. Вот, то есть, чтобы обеспечить эту необходимость отмены коммерческой тайны, опять же, все идет к тому, чтобы не дать, это самое, жесткими мерами не дать мошенничать капиталистам и организовать контроль снизу, то есть, демократический контроль. Вот, это мысль, которая здесь проводится и в этой главе. Ну, и в заключение этой главы, в заключение, хочу остановиться на той мысли, что Ленин сказал, что, в сущности говоря, весь вопрос о контроле сводится к тому, кто кого контролирует, то есть, какой класс является контролирующим и какой контролируемым. У нас до сих пор в республиканской России при участии правомочных органов, в кавычках правомочных органов, якобы революционной демократии, вроде контролеров, признаются и оставляются помещики и капиталисты. То есть, контроль в тот период правительства временного осуществляли по-прежнему сами помещики и капиталисты. В результате, неизбежно то мародерство капиталистов, которое вызывает всеобщее возмущение народов и та разруха, которая искусственно капиталистами поддерживается. Надо перейти решительно, бесповоротно, не боясь рвать со старым, не боясь строить смело новое, контролю над помещиками и капиталистами со стороны рабочих и крестьян. А этого наши эсеры и меньшевики пущи огня боятся. Вот так он завершает эту шестую главу своей работы о необходимости отмены коммерческой тайны. То есть, здесь по-прежнему остается вопрос о необходимости контроля и необходимости определиться, какой класс является контролируемым и какой контролирующим. То есть, нужно демократический контроль со стороны трудящихся классов. Далее, седьмая глава и следующая, как бы третья в перечне Владимира Ильича Ленина, мера по реализации предотвращения катастрофы и голода, это принудительное объединение в союзы. Принудительное, говорит он в самом начале главы, принудительное синдицирование, то есть, принудительное объединение в союзы, с одной стороны, своего рода подталкивание государством капиталистического развития, всюду и везде ведущего к организации классовой борьбы, к росту числа, разнообразия и значения союзов, а с другой стороны, принудительное обсоюзивание есть необходимое предварительное условие всякого, сколько-нибудь серьезного контроля и всякого сбережения народного труда. То есть, создание союзов промышленников дает возможность организовать более серьезный контроль и сбережение труда. И в развитии этой мысли Владимир Ильич говорит, подобный закон непосредственно, то есть, сам по себе нисколько не затрагивает отношения собственности, не отнимает ни единой копейки ни у одного собственника и не предрешает еще, будет ли контроль осуществляться в реакционно-бюрократических или в революционно-демократических формах в направлении и в революционно-демократическом направлении. Ну, тогда с какой целью ставит вопрос Владимир Ильич должно происходить принудительно объединение союза. Целью обсоюзования, говорит он, является установление полнейшей, строжайшей и подробнейшей отчетности. А главное соединение операций по закупке сырья, по сбыту изделий, по сбережению народных сил и средств. Это сбережение при объединении разрозненных предприятий в один синдикат достигает гигантских размеров, как учит экономическая наука. То есть объединение в синдикаты дает возможность более планомерно, более организованно осуществлять контроль за деятельностью. и еще раз повторяю, что причем еще раз повторю, что само по себе это обсоюзивание в синдикат ни на йоту отношений собственности не изменяет, ни одной копейки ни у одного собственника не отнимает. И в подтверждение этого он тут рассматривает некоторые вопросы обсоюзивания и в заключении этой главы он говорит решающее значение имеют только крупные предприятия для обсоюзивания. И здесь технические культурные средства и силы для обсоюзивания есть на лицо, не достает только твердой, решительной, беспощадно суровой по отношению к эксплуататорам инициативы революционной власти для того, чтобы эти силы и средства были пущены в ход. Чем беднее страна технически образованными и вообще интеллигентными силами, тем насущнее необходимо как можно быстрее и как можно решительнее декретировать принудительное объединение и начать проведение его с крупнейших и крупных предприятий. Ибо именно объединение сбережет интеллигентные силы и даст возможность полностью использовать и правильно распределить их. То есть объединение об союзе предприятий опять же повысит порядок и обеспечит возможность наиболее качественного контроля. Вот что по седьмой главе по принудительному объединению в союзы говорит Владимир Ильич. Ну и как бы последняя пятая мера пятая мера и восьмая глава этой работы называется регулирование потребления. Эту мысль Владимир Ильич начинает с того, что война заставила все воюющие и многие нейтральные государства перейти к регулированию потребления. Хлебная карточка появилась на свет Божий, стала привычным явлением потянула за собой и другие карточки. Россия не осталась в стране и тоже ввела хлебные карточки. Ну, далее здесь после этого он анализирует что же произошло и как сказалось на положении трудящихся масс введение этой хлебной карточки и после этого он говорит реакционная капиталистическое государство которое боится подорвать устои капитализма устои наемного рабства устои экономического господства богатых боится развить самодеятельность рабочих и вообще трудящихся боится разжечь их требовательность такому государству ничего не нужно кроме хлебной карточки такое государство ни на минуту ни при одном своем шаге не упускает из виду реакционной цели укрепить капитализм не дать подорвать его ограничить регулирование экономической жизни вообще и регулирование потребления в частности то есть государство боится заниматься регулированием потребления обводит только карточки для того чтобы как-то хоть как-то обеспечить население продуктами и далее Владимир Владимирович говорит что регулирование потребления ограничивается самыми узкими бюрократически реакционными рамками со стороны правительства нет и тени помышления и тени заботы о том чтобы поставить это регулирование на началах действительно революционных демократических то есть здесь тоже регулирование потребления так же как и предыдущие меры необходимо проводить на началах революционно демократических что подразумевает под этим Владимир Владимирович он разъясняет этот вопрос так революционно демократическая политика во время неслыханных бедствий переживаемых страной для борьбы с надвигающейся катастрофой не ограничилась бы хлебными карточками а добавила бы к ним во-первых принудительно объединение всего населения в потребительное общество ибо без такого объединения контроль за потреблением полностью провести нельзя то есть для того чтобы контролировать потребление необходимо создать потребительное общество во-вторых ввести трудовую повинность для богатых с тем чтобы они обслуживали бесплатно эти потребительные общества секретарским и другим подобным трудом то есть богатые физически вроде как не способны трудиться но вот участвовать хотя бы секретарским или каким-то подобным трудом можно это второе что предусматривает революционно-демократическая политика в этом плане и в-третьих раздел по-равну между населением действительно всех продуктов потребления чтобы тягости войны распределялись действительно равномерно а вы помните что для богатых не так тяжело это было и даже многие из богатых жили при пивающих особенно по ресторанам и в-четвертых что подразумевает революционно-демократическая политика это организация контроля такого чтобы потребление именно богатых контролировали бедные классы населения вот что он подразумевал под революционно-демократической политикой в регулировании потребления и в заключение этой главы он предлагает такую мысль сделать действительно серьезные шаги по пути революционно-демократическому наше правительство не хочет ибо она насквозь пропитана и сверху донизу опутана отношениями зависимости от буржуазии коалиции с ней боязнью затронуть ее фактические привилегии то есть все эти меры контроля которые он предлагал они не проводятся тем не проводились тем временным правительством потому что оно боялось затронуть фактические привилегии буржуазии вот я думаю что на этом мы с вами закончим на сегодня так и оставшиеся там с 9 по 13 главу рассмотрим на следующем занятии то есть он кроме в них Владимир Ильич кроме мер необходимых для организации контроля он еще тут рассматривает некоторые вопросы что должно было сделать правительство временно и не сделало и что нужно теперь сделать трудящимся массам чтобы преодолеть движение к развухе и голоду движение к катастрофе вот на этом все сегодня я думаю вопрос давайте вопросы по первой то что мы все начинали это пятая глава синдикализация сейчас называется корпорация у нас в отличие временного правительства современное правительство делает госкорпорацию тот же завод он входит в корпорацию судостроителей и эта корпорация растет есть корпорация авиастроителей куда концерны все вводятся корпорации наше правительство это делает так ну и какой какой вывод мы должны из этого сделать почему во-первых что получается путин делится по плану ленина дело в том что значит мы должны помнить о том что конкуренция никуда не исчезает и поскольку значит идет борьба за то чтобы получать прибыль и чтобы владеть каким-то производством вот для этого более сильные корпорации или кто там как их назвать еще я не знаю они подминают мелких и укропнение производства оно неизбежно при капитализме то есть по плану получается просто не более правительство это естественно это не правительство организует контроль а это те кто между собой конкурирует и кто кого пытается под себя подгребать и как можно больше средств производства и как можно больше чтобы с них получить прибыль если я правильно понимаю в этой работе Ленин пишет о том как должен выглядеть правильный капитализм нет значит его основная цель этой работы состояла в том что насколько в правительство то есть положение к сентябрю месяца 17 года было таково что полностью разруха война фронт разваливался промышленность разваливается необходимых товаров недостаточно люди стоят в очередях голод за хлебом стоят то есть нужно же как-то было преодолеть а как можно преодолеть для того чтобы все это преодолеть конечно нужна социалистическая революция но чтобы хотя бы как-то во-первых ну проанализировать и что можно сделать даже даже не проводя не устанавливая диктатуры пролетариата не устанавливая не отменяя капитализма он как бы говорит что вот просто это сделать вот эти вот вещи вот эти пять вещей которые он предложил и это мы добьемся того что катастрофа не наступит и победим голод но естественно он тут же и говорит что правительство этого не хочет делать почему потому что для того чтобы эти сделать вот эти пять пунктов которые мы с вами рассмотрели нужно было наступить на горло капиталистов а правительство было Северское Меньшевицкое Кадетское которое временное правительство существовало оно было не способно это сделать потому что тогда пришлось бы это самое делать то же самое социалистическую революцию вот в чем проблема-то была ну и я думаю что еще возможно у Ленина была мысль сейчас это мое предположение и мы сейчас не можем потому что что в случае если бы все-таки произошла социалистическая революция то первые вот экономические шаги экономические социальные которые нужно было бы сделать вот это именно вот эти пять пунктов возможно он как бы и делился своим мнением с теми кто впоследствии мог бы в случае революции мог бы наверное начать какие-то делать шаги чтобы обеспечить население хотя бы минимум чем-то вот то есть вот эти пять шагов первые которые могли помочь избежать катастрофы избежать голода в стране вот я так думаю но это в рамках различной системы да конечно это все способы он же в последней голове приводит пример что все правительства во время войны вводят карточки для определения жизни это фактически плановая экономика мы планово выпускаем товары предыдущей войны после этого недостаточно я просто не особо понимаю а для нас там именно сейчас а сейчас а сейчас польза какая сейчас наши дорогие правители в этих кризисах которые постоянно у нас налетают и сейчас на нас налетел кризис связанный с ковидом а у нас никакой гарантии нет что не наступит катастрофа и что не наступит голод вот а почему почему этого нет потому что производство останавливается у нас целый ряд предприятий встает потому что невозможно в ковиде работать туризм рухнул и много чего рухнуло а люди то без работы сидят денег нет покупать не на что а приношительное объединение как раз позволило и людей и строить да люди без работы безработица растет а что будет и вот наверное наверное это для нас полезно знать что что нужно сделать а сделать это кто может Владимир Федорович в этот раз не зачитал по поводу пренавидителей синдекализации в прошлый раз когда банки обсуждали там главная идея в чем что объединить все банки в один в один конечно и все синдикаты в один крупный можно без потери для собственников то есть собственники как были акционеры так и останутся более того от укропнения они еще выиграют их собственность вырастет то есть в принципе мы сегодня если так сказать попытаться сделать экономические преобразования мы можем поступить точно так же мы принудительно все банки которые у нас есть объединяем собственника поставляем просто это одно акционерное общество да то есть польза от этой работы для нас в том что если вдруг нечаянно как вот мечтает КПРФ допустим что они наконец-то победят где-то на каких-то парламентских выборах и они составят большинство то значит первое конечно что им нужно будет сделать это вот эти вот пять шагов если они действительно хотят победить капитализм да не победить это чисто капиталистический все да хотят для начала дым